Около года назад жители деревень Картино и Ощерина, а также близлежащих СНТ, услышали шум строительной техники. Единственную дорогу, соединяющую поселение, ломали. Тогда удалось договориться, и проезд был восстановлен. Но вчера утром ситуация повторилась. Жители с семьями вышли на улицу, чтобы не допустить беспредела. Валентина Ивановна не представляет, как жить, если дорога, которая много лет соединяла их с цивилизацией, будет разрушена. Я инвалид второй группы. Мне надо вызывать скорую. Скорая сюда не проедет. Что делать, как нам тут жить, неизвестно. И стоим, вот не даем, чтобы нам перекапывали. Потому что тут семь единиц техники стоит вот сейчас, в данный момент. И они в трех местах или в четырех начали уже ломать дорогу. Старожилы помнят этот путь еще с 50-х годов. Тогда никто и подумать не мог, что дорога может кому-то помешать. Но на данный момент место, где она проходит, является землями сельхозугодий совхоза имени Ленина. И у хозяев на этот участок свои планы. Совхоз сейчас вводит в полевой севооборот часть земельного участка. Он должен ее ликвидировать и запахать. Для многих жителей эта новость оказалась неожиданностью. Уговоры и мольбы остановить работы результата не дали. Указание и дает, вот мы тут стоим, он говорит, копайте. И они продолжают копать. Начинают опять, посмотрите, сколько мест, сколько они взрыли. Проездов по улице у нас нету, потому что у нас дороги оцепные. По ним идут колодцы, канализация и водопровод. Около 400 домов оказались жертвами сложившихся обстоятельств. По этой дороге дети ходили в школу, по ней же могли проехать машины, скорой помощи и пожарные. Мы уже пенсионеры. Здесь есть люди намного старше. Люди больные, издавлением и все. Дети на лето, представляете, приезжают и грудные всякие. Не дай бог, кому-то будет плохо, скорая не проедет. Пожарная не проедет. У нас у соседа баня горела, пожарная могла проехать. Сейчас пожарная, как они проедут, никак. Альтернативных проездов нет. Единственная дорога, по которой теперь можно выбраться, проходит по улице Рябиновой в обход через всю деревню. Качество этой дороги, мягко говоря, неудовлетворительное. Она узкая и без дорожного покрытия. За ответом «Как жить в таких условиях» мы обратились в администрацию развилковского поселения. Для людей сейчас организована дорога через деревню Ощерина по улице Рябиновой Тиза-Ощерина-2 для проезда. Эта дорога является сейчас на данное время, на следующем будет она асфальтирована. На данный момент она покрыта крошкой, будет асфальтироваться в ближайшее время. Сейчас все председатели, товарищи, которые закрыты, так скажем, Тиза-Ощерина-2, Ощерина-3 и Парус, будут обращаться в судебные инстанции для предоставления по данной дороге, которая существовала раньше, организации сервитута. В это же время инициативная группа отправилась к Павлу Грудинину на прием, чтобы узнать о возможных способах разрешения этого вопроса. Но разговор был коротким и безапелляционным. Дорогу будут сносить. Алексей Миленков, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.